Алексей Дьяков первым забегает в задымленное помещение. У него самая ответственная задача – отключить пожароопасный рубильник, найти пострадавшего и передать его спасательной группе. Условия сложные, максимально приближены к реальным. Плотность дыма в комнате больше 90%. Ничего не видно даже с фонариком. Но для профессионалов задача выполнимая. Тренируются спасатели перед соревнованиями каждый день. Максимально приближены к реальным. Кроме огня. Огня там нету. Дым и темно. Но максимально помогает, потому что мы тренируемся. Это наша работа. Спасать, помогать людям. Выйдет лучший отряд газодымозащитников. Собрались пожарные части со всей Самарской области. Группам на время надо выполнить несколько упражнений. Развертывание сил и средств с подачей ствола на второй этаж учебной башни. А также поиск пострадавшего в дымокамере и заполнение мишени водой на точность. Это повышает профессиональный навык газодымозащитников. Непосредственно, которые участвуют в тушении пожара, неприконно для дыхания в среде. Видно, что профессиональный уровень возрастает. Мастерство возрастает. Команда выполняет упражнение успешно. Первое место и почетный переходящий кубок завоевал третий отряд Федеральной противопожарной службы Самарской области. Спасатели справились с заданием за 2 минуты 2 секунды. При среднем времени 2,5 минуты результат весьма достойный. Особенно, когда речь идет о деле, где дорога каждая секунда. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.